Шел третий год войны. Красная армия готовилась к битве за Белоруссию. Здесь, среди лесов и болот, массовое использование танков было практически невозможно. Скованность танкового маневра должна была компенсировать советская кавалерия, для которой практически не существовало понятия «непроходимая местность». Прошло три года с начала войны. Красная армия шла освобождать Белоруссию. Вместе с танками и артиллерией вперед продвигались кавалерийские части. Александр Пануев, Иван Якушин, Николай Дупак и другие в фильме «Кавалеристы» из цикла «Освободители». В предвоенные годы удельный вес советских кавалерийских соединений постоянно снижался. К 1938 году в СССР из имевшихся семи управлений корпусов и 32 кавалерийских дивизий к началу войны осталось 4 корпуса и 13 дивизий. Таким образом, численность этого рода войск была сокращена в два с половиной раза, а кавалерийские соединения переформировались в механизированные. Вспоминает Александр Пануев, командир эскадрона становился командиром танковой роты. Буза, забастовка, эскадронцы все отказываются. Кавалеристы, несмотря на трудности службы, самые большие патриоты своего рода войск. Мне пришлось расставаться с лошадью, но шпоры я не снимал, и бурку красивую тоже. В век моторов изменилась и концепция применения конницы. Новым полевым уставом предусматривалось использование кавалерийских соединений совместно с танковыми частями, мотопехотой и авиацией. При этом кавалеристы должны были входить в прорыв и действовать на коммуникациях противника. Иными словами, никто в руководстве Красной Армии даже и не думал использовать кавалерию для пресловутых атак с шашками на танки. В годы Великой Отечественной тактика кавалеристов была ближе всего к тактике мотопехоты. Вспоминает Иван Якушин. Лошадей использовали как средство передвижения. Дается команда спешиться, коноводы забирают коней и уходят, а конники работают как пехота. Кавалеристы могли стремительно продвигаться по бездорожью там, где застревала обычная техника. За ночь кавалерийская часть могла пройти до сотни километров. Вспоминает Николай Дупак. «Рысь-голоп, рысь-голоп, бесконечные команды, не жалейт лошадей, не жалейт лошадей! В небоевой обстановке тебя могли за загнанного коня под трибунал отправить. Здесь же лошади, бывало, замертво падали от разрыва сердца». Конница в качестве мобильных соединений участвовала практически во всех операциях Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны. Под Сталинградом именно тремя кавалерийскими корпусами было обеспечено развертывание 2-й гвардейской армии, без чего окружение армии Паулюса под Сталинградом могло потерпеть неудачу. Впоследствии наступающие советские войска использовали нетребовательные к снабжению и качеству дорог кавалерийской части для захвата важных пунктов и рубежей в тылу противника. Начальник генерального штаба Георгий Жуков так сформулировал задачи кавалерии на 1941 год. «Когда тыл противника растянулся на несколько сот километров в лесных местностях и совершенно не обеспечен от крупных диверсионных действий с нашей стороны, рейды красных кавалеристов по тылам противника могли бы сыграть решающую роль в дезорганизации его управления и снабжения, и, следовательно, в деле разгрома немецких войск». Летом 1941 года советское командование приступило к формированию новых кавалерийских дивизий, и уже к концу года дополнительно были развернуты 83 кавалерийские дивизии легкого типа. В декабре вышел указ Верховного главнокомандования, по которому кавалерийские дивизии объединялись в кавалерийские корпуса, подчинявшиеся фронтовому командованию. Им отводилась очень важная задача. Совместными действиями с танковыми и механизированными войсками они развивали успех при прорыве обороны, преследовали отходящего противника и боролись с резервами и тылами врага. В московской битве участвовало 15 кавалерийских дивизий. Здесь особенно успешно сражались 1-й гвардейский корпус генерала Павла Белова и 2-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Даватора. Лев Михайлович Даватор возглавил отдельную кавалерийскую группу еще в августе 1941 года. Сформированное из казачьих полков это конное соединение впервые совершило рейд во вражеский тыл, нанесло удары по коммуникациям, уничтожая штабы, транспорт, склады и живую силу гитлеровцев. Внезапным мощным броском советские конники прорвали оборону немецко-фашистских войск на нескольких километрах фронта. Действие кавалерийской части Красной Армии, углубившееся на 100 километров в тыл врага, вызвало панику среди фашистов. Казаки Даватора уничтожили свыше 2,5 тысяч вражеских солдат и офицеров, 9 танков, более 200 машин, несколько военных складов. Гитлеровское командование назначило за голову Даватора крупную денежную награду и создало специальные отряды для его задержания. Но кавалеристы были неуловимы. В ноябре 41-го года корпус генерал-майора Даватора вел упорные оборонительные бои на Волоколамском направлении, защищая Москву. 11 декабря корпус перебросили в район Кубинки. Пройдя 150 километров по тылам немецко-фашистских войск, через 8 дней корпус вышел к реке Рузе. Передовые части корпуса уже находились в районе деревни Палашкино, где сосредоточились крупные силы гитлеровцев. Напротив деревни, под крутым берегом реки, Даватор разместил походный штаб корпуса и, чтобы лично перед атакой осмотреть расположение обороны противника, поднялся на берег реки. Фашисты открыли огонь. Пулеметной очередью генерал был смертельно ранен. Казаки окружили деревню Палашкино и в жестокой схватке отомстили за своего командира, уничтожив группировку врага. Портрет кавалериста военной поры значительно отличался от киношного образа отважного и лихого буденовца. Перед войной кадровый советский командир-кавалерист обучался три года. Он умел не только превосходно ездить верхом и ухаживать за лошадью, но и обладал обширной общевойсковой подготовкой. Курсанты получали базовые знания обо всех родах войск, с которыми конница взаимодействует на поле боя. В результате из училища выходил военный специалист, способный командовать не только кавалерийским, но и стрелковым взводом, а иногда и ротой. Весной 1944 года перед Ставкой стояла дилемма. Проводить ли наступление на Украине, либо нанести главный удар в Белоруссии. Наступление на Украине представлялось наиболее заманчивым, поскольку в случае успеха сразу открывало советским войскам путь для продвижения в Польшу и Румынию. Однако в этом случае наступающие советские войска оказывались перед реальной угрозой получить удар во фланг с так называемого Белорусского балкона, где располагалась глубоко эшелонированная оборона немецкой группы армии «Центр». В результате Ставка решила начать наступление в Белоруссии с целью ликвидировать белорусский выступ и разгромить группу армий «Центр». В случае успеха перед Красной армией открывалась дорога на Запад, и одновременно она развязывала себе руки для наступательных операций на Украине. Между тем, в преддверии советского наступления командование вермахта оказалось той же ситуацией, что и советская Ставка три года назад. Одной из главных причин катастроф Красной армии в 1941 году была неопределенность планов противника. Советское командование раз за разом ошибалось в угадывании направлений главных ударов немцев. Однако, когда противники поменялись местами и стратегические инициативы завладела Красная армия, немцы стали допускать точно такие же ошибки. Успехи советских войск на Украине привели немецкое командование к выводу, что главный удар в ходе летней кампании 1944 года будет нанесен там же. Бывший начальник оперативного отдела штаба Верховного главнокомандования Йодль сообщил на процессе в Нюнберге. «Мы предполагали, что удар русских последует на южном участке, а именно в направлении румынской нефти, поэтому основное количество танковых дивизий было сосредоточено нами в районе южных групп армий». В условиях войны срок обучения в кавалерийских, как и во многих других училищах, был уменьшен до полугода. На усвоение даже сокращенной программы в столь сжатые сроки требовало от курсантов огромного напряжения. «Будущим кавалерийским командирам было недостаточно научиться ездить верхом. Им нужно было еще уметь правильно обращаться с лошадьми. А это было нелегким делом. Особенно для тех, кто до училища не имел подобного опыта». Вспоминает Алексей Прохоров. «Мы так уставали, что вечером валишься без сил, закрываешь глаза, а перед глазами лошади». Курсанты с первых дней учились тому, как подойти к лошади, как ее подседлать, как проверить седловку. Во время седловки нужно было следить, чтобы подпотник седла не попадал никаких посторонних предметов, иначе во время езды можно было набить спину коня. Другой нюанс. Когда кладешь седло на спину лошади, то нужно не сразу на свое место его опускать, а положить сначала на шею, а потом продвинуть так, чтобы выпрямился подвернутый волос на спине. Иначе спину коня можно было натереть во время езды. Вспоминает Александр Абухов. Конечно, все это элементарно, но таких нюансов много, и все их кавалерист должен знать как свои пять пальцев, ведь его боеспособность напрямую зависит от состояния его лошади. Уход за лошадьми курсанты осуществляли три раза в день. Как правило, за каждым из них закреплялся строевой конь. Но если кормежка лошадей была делом простым, то их чистка требовала значительных физических усилий. Вспоминает Александр Пануев. Я коня утром чистил час с четвертью, в обед полтора и перед ужином сорок минут. Холод, снег или дождь не имеет значения. Нужно выводить коня на коновесь, на улицу, потом замыть копыта, потом получить овес, напоить, проверить станки. Если ночью лошадь мочилась, нужно песком посыпать, почистить струной стремена. Не было ни суббот, ни воскресенья. Если увольнялись в воскресенье, то обязан к обеденной уборке быть на месте. Обучение верховой езде начиналось с укрепления посадки. Курсанты учились езде на лошади без седла. Всадник пускал лошадь учебной рысью, управляя ей только при помощи шинкелей. Вторым важным элементом освоения верховой езды была вольтежировка – гимнастические упражнения и прыжки, производимые наездником во время движения лошади по кругу. Завершало конную подготовку изучение основ джигитовки. От курсантов требовалось, сидя верхом на лошади, идущей галопом, сбросить стремя, затем соскочить, удариться ногами о землю и снова запрыгнуть в седло. Или держаться на лошади, изображая раненого. Вспоминает Александр Пануев. Делается это так. Правая нога заходит на седло, а ты вдоль крупа, держась за луку, изображаешь, что тебя убило. Лошадь идет сама по себе. Противник уже не стреляет. Сблизившись, вскакиваешь в седло, выхватываешь шашку, и начинается рубка. Освоение шашки начиналось с подготовительных упражнений, которые помогали развивать подвижность кистевых, локтевых и плечевых суставов обеих рук. Одним из самых важных упражнений было круговое вращение шашки, как согнутой в локте рукой, так и вытянутой вперед. Это упражнение делает кисть сильной, подвижной и резкой. Второе упражнение – вымахивание руки сверху вниз, направо и налево, таким образом, чтобы клинок проходил полный круг. После отработки упражнений на земле, курсанты начинали осваивать их, сидя на лошади. И здесь важнейшей частью обучения была так называемая рубка лозы. Лозой называли обычный ивовый пруд диаметром 1,5-2 см и длиной около 1,5 м. Он устанавливался на специальной деревянной стойке метровой высоты. Лоза считалась срубленной, если после удара отрубленная часть падала вертикально вниз. Если же часть лозы повисала на шкурке коры или отлетала в сторону, то такой удар не засчитывался. При нанесении мощного рубящего удара всадник должен быть предельно собран. Любая оплошность может стоить лошади части уха, рассеченного крупа и даже ранения скакательного сустава. Курсантам, которые осваивали такого рода упражнения значительно лучше других, вручался нагрудный знак за отличную рубку, учрежденный в начале 20-х годов. Во время подготовки курсанты, как в былые времена, отрабатывали атаку в конном строю. Но редко кому приходилось пользоваться этим навыком на фронте. Новоиспеченные младшие лейтенанты после выпуска отправлялись в запасной полк, а оттуда на фронт в эшелонах вместе с лошадьми. На двухосных теплушках, как правило, даже надпись была, предупреждающая о грузоподъемности. 40 человек, 8 лошадей. На станциях лошадей требовалось поить и кормить. Но самым трудным в пути для кавалеристов было попасть под бомбежку. В этом случае они не имели права выпускать своих лошадей из вагонов, и кони гибли от бомб, гораздо чаще, чем их наездники. Вспоминает Николай Деревянкин. В Старой Руси нас бомбили. Люди-то выбежали. А лошади куда? Как они, ой, ржут. Плачут прям. Просят выпустить их из вагона. И вот мы там 25 лошадей потеряли убитыми. А может быть и убежали они куда. Основным оружием бойца-кавалериста были боевой конь, винтовка и шашка. Кавалеристская шашка была предназначена исключительно для конного боя. Клинком шашки можно было одинаково успешно и рубить, и колоть. Для того, чтобы удар шашкой стал смертельным, он должен был быть сильным, быстрым, точным и режущим. Основным огневым средством кавалеристского полка были пулеметы. На вооружении находился старенький, но надежный и мощный пулемет системы «Максима», который пулеметчики, как товарищи, называли «Максимом». В состав полка входил конно-пулеметный эскадрон с 16 пулеметами на тачанках. В 1930 году пулемет был серьезно модернизирован, и «Максимы» получили широкое распространение в Красной армии. Существовал даже зенитный вариант этого пулемета, из которого можно было обстреливать низколетящие самолеты. Именно с пулеметами «Максим» образца 1910-1930-х годов Красная армия встретила Великую Отечественную войну. Оружейники провели модернизацию «Максима». Оснастили его упрощенным прицельным приспособлением, а в кожухе водного охлаждения ствола заменили водоналивное отверстие на широкую горловину. Она позволяла бойцам зимой быстро охлаждать пулемет, наполняя кожух льдом и снегом. В результате на протяжении всей войны «Максим» оставался весьма эффективным станковым пулеметом, хотя и обладал недостатками из-за устарелости конструкции. Тем не менее, большинство ветеранов-пулеметчиков прежде всего отмечают надежность пулемета «Максим». Вспоминает Иван Плотников. «Были и жаркие бои, схватки с попытками гитлеровцев перейти в контрнаступление, в атаку. Два дня пришлось поработать на «Максиме», почти не давая ему передышек. Жидкость кипела, испарялась, ствол раскалялся до предела, но пулемет продолжал вести огонь». Тяжесть пулемета, как правило, не была столь критичной для кавалеристов, но очень осложняла и без того нелегкую жизнь пулеметчиков-пехотинцев. Станок «Максима» весил более 30 килограммов, тело пулемета 16, щиток 8 килограммов, коробка с лентой на 250 патронов, которых хватало на полминуты непрерывной стрельбы, 10 килограммов. И пехотинцам в большинстве случаев приходилось все это носить на себе. Кроме самого пулемета, пулеметчикам обычно приходилось таскать на себе и фляги с водой для его охлаждения. Тем не менее, устаревшее водное охлаждение поражало постоянную опасность перегрева пулемета. Нелегко было перекатывать пулемет «Максим» и во время боя. Поэтому в атаке пулеметчики передвигались позади пехоты. Вспоминает Василий Гордов. «Впереди пехота шла, мы за ней огнем поддерживали. Уйдут они вперед, ты пулемет на станке с колесами как тележку за собой тащишь». Еще одним очень серьезным недостатком Максима были матерчатые ленты с патронами. Чуть снег попадет, лента подмочится. Уже патрон мог встать на перекос. А пулемет прекращал стрелять. А представьте, если в это время боец отражал немецкую атаку. Там ведь нужно было стрелять безостановочно. И тем не менее, в подобных случаях опытный пулеметчик всегда мог открыть пулеметный замок и устранить неполадку, хоть это и было рискованно под вражеским огнем. Кроме того, если в «Максиме» что-то заклинивало, это обычно можно было починить прямо на поле боя. Но что самое главное, несмотря на все недостатки Максима, ветераны с гордостью говорят о его эффективности. Вспоминает Федор Бачурин. «Немцы пытались в первую очередь вывести пулеметы из строя, потому что это самое опасное. Снаряд упал, надо следующий заряжать, а я за это время несколько метров прочешу пулеметом. Он косит, прицельная дальность 250 метров, скорострельность 500-600 выстрелов в минуту, пуля ложится через каждые 30 сантиметров». Умелого пулеметчика всегда уважали в батальоне. И старшина лишних 100 грамм организует, и повар не забудет, ведь именно пулеметчики с «Максимами» составляли главную огневую мощь стрелковой роты и кавалерийского эскадрона. В связи с переходом советской армии к широким наступательным действиям в 1943 году была проведена реорганизация кавалерийских войск. Маршал Советского Союза Будённый стал командующим кавалерией. Провели укропнение дивизий и повысили их огневую мощь. Усилили противотанковые средства кавалерийских корпусов. В состав Красной Армии входило 8 кавалерийских корпусов, в том числе 7 гвардейских в действующей армии и 3 отдельные кавалерийские дивизии в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Один кавалерийский корпус находился в Иране. В 1943 кавалерия сыграла важную роль в битве за Кавказ, в Курской битве и в освобождении Левобережной Украины. В сентябрьской битве за Днепр участвовал 7-й гвардейский кавалерийский корпус. Под вражеским огнем советские конники форсировали реку Днепр в районе Чернигово. Им удалось захватить плацдарм на противоположном берегу и удержать его. В дальнейшем для развития успеха при прорыве обороны кавалерийские корпуса стали объединять в конно-механизированные группы. В состав такой группы входили 1-2 кавалерийских корпуса и 1 танковый или механизированный корпус. Тысячи орудий, танков, самоходок и самолетов готовились нанести сокрушительный удар по врагу. Несмотря на использование в операции столь огромной массой войск, советскому командованию удалось скрыть от противника подлинное направление своего главного удара. Для дезинформации противника фронтовым объединением в Белоруссии было приказано создать не менее трех оборонительных рубежей на глубину до 40 километров. Населенные пункты приспосабливались к круговой обороне. И даже армейские газеты публиковали материалы только по оборонительной тематике, что создавало у противника соответствующие иллюзии. Перегруппировка войск проводилась при тщательной маскировке. В прифронтовой полосе части соединения передвигались только в ночное время и небольшими группами. Ни днем, ни ночью не разрешалось разводить костры. Пятая гвардейская и вторая танковые армии, а также часть соединений дальней авиации, которым предстояло участвовать в операции, до начала наступления в Белоруссии находились на южном крыле Советско-Германского фронта. Для создания у командования вермахта впечатления, будто Красная армия будет наносить главный удар на юге, на правом крыле Третьего Украинского фронта, севернее Кашинева, была создана ложная группировка в составе девяти стрелковых дивизий, усиленных танками и артиллерией. Этот район насыщался макетами танков и орудий зенитной артиллерии. Для большей убедительности над территорией, где имитировалось скопление войск и военной техники, патрулировали истребители. Советские приготовления в Белоруссии не могли остаться незамеченными, но благодаря маскировочным мерам немцы не придали им особого значения. В немецком бюллетене с оценкой положения противника на Восточном фронте от 13 июня 1944 года указывалось, готовящиеся наступательные действия советских войск против группы армии Центр имеют цель ввести в заблуждение германское командование относительно направления главного удара и оттянуть резервы из района между Карпатами и Ковелем. Ошибка немецкого командования объяснялась и тем, что оно ожидало одного мощного наступления и соответствующей крупной группировки войск. Однако реальный план операции Багратион основывался на целой серии дробящих ударов. На начальном этапе планировались операции на окружении Витебска и Бобруйска с целью разгрома 3-й танковой и 9-й армии немцев. После чего должно было произойти наступление на Минск с целью окружения 4-й немецкой армии. Так в два этапа громились все три армии входившие в группу армий центр. Замысел операции учитывал специфику района боевых действий с его густыми лесами и болотами. Простым пехотинцам для преодоления этих болот приходилось надевать на ноги сплетенные из лозы приспособления называемые макроступами. Чтобы провести по болотам танки приходилось настилать гати специальные бревенчатые настилы поверх болотистого грунта. Но подобные условия оказались идеальными для применения конницы. Советским кавалеристам предстояло в очередной раз доказать, что они по-прежнему незаменимы и могут эффективно действовать в условиях современной войны. Первыми перешли в наступление 1-й Прибалтийский и 3-й Белорусские фронты на Витебском направлении. Утром 22-го июня ровно 3 года спустя после начала войны они начали разведку боем силами передовых батальонов, которые прощупывали оборону противника. Поддержанные танками и артиллерией передовые части фронтов продвинулись на расстояние до полутора километров и местами овладели первой позицией обороны противника. Так разведка боем плавно перешла в общее наступление. На следующий день в бой вступили главные силы ударных группировок двух фронтов. И здесь в тесном взаимодействии с танками начались активные действия советской кавалерии. К концу дня 23 июня 1944 года в построении немецких войск образовалась брешь, в которую и была введена конно-механизированная группа. Она устремилась в обход крепости Витебск вглубь построения немецких войск. Вот тут в столкновениях с отступающим деморализованным противником пригодились училищные навыки кавалерийских атак. Вспоминает Александр Климов «Первый раз в жизни я попал в кавалерийскую атаку. Я своего первого немца не зарубил. Он бежал как сумасшедший. А я на секунду замешкался и рубанул по каске. Он упал, у меня клинок вывернулся, так локоть потом две недели болел. Пошел бы клинок влево, отрубил бы ногу своему коню. Следующего уже догнал, придержал коня и с перегибом отрубил ему голову. Кровь хлынула. Третьего уже рубанул по плечу. Уже к 25 июня в районе Витебска было окружено пять немецких дивизий. Командовавший окруженным гарнизоном генерал Гольвицер безуспешно пытался организовать прорыв из котла. По советским данным, количество убитых составило 10 тысяч немецких солдат, а в плен попало более 20 тысяч. Но это было только начало. В построении третьей немецкой танковой армии уже зияла 150-километровая брешь. Наступление первого Белорусского фронта на Бобруйск началось на день позже Витебского. К 26 июня Бобруйск был охвачен с двух сторон и между ударными группировками остался узкий коридор шириной всего в 25 километров. А уже на следующий день части 9-го и 1-го гвардейского танковых корпусов соединились севернее города. В окружении оказались примерно 40 тысяч человек немецкой 9-ой армии. К 29 июня Бобруйск был взят. Командующий группой армии центр Буш был снят с должности. На его место был назначен Вальтер Модель. Вместе с Моделем в Белоруссию начали прибывать танковые дивизии из групп армий Северная Украина и Север. Однако не Модель, недолгожданные танковые дивизии уже не могли предотвратить катастрофу. Подвижные соединения трех советских фронтов уверенно сходились к Минску. Начиная с первых дней своего наступления кавалерийский корпус продвигался в среднем на 40-50 километров в день. Полки двигались в особом порядке, позволявшим эффективно атаковать врага и отражать его удары. Сначала шли парные дозоры, головные и боковые. Затем на расстоянии звуковой и зрительной связи двигалась головная походная застава. Это усиленный сабельный взвод, тачанка и орудие. На марше кавалеристы чаще шли по трое. Как только немцы открывали огонь, крайние кидали поводья в саднику посередине и соскакивали с коней, разворачивая стрелковую цепь, а коновод выводил коней из-под огня. Вспоминает командир кавалерийского противотанкового взвода Иван Якушин. «У нас было не так, как в пехоте. Сорокопятку не пара лошаденок тащит, а четыре. 57-мм пушку шесть лошадей тащили, причем кони сильные, упитанные. Во время наших боевых действий в немецком тылу каждому эскадрону придавалось орудие. Мне, как командиру взвода, необходимо было находиться у того орудия, где могли возникнуть наиболее опасные моменты во время боя. Поэтому я был в основном при орудии, которое прикреплялось к головной походной заставе». Следом за головной походной заставой на определенном расстоянии шел головной отряд полка. Бывало так, что немцы пропускали головные дозоры кавалеристов и встречали огнем головную походную заставу. Если заслон был небольшим, бойцы походной но если заслон оказывался сильным, подходил головной отряд, спешивался и вел бой в пешем строю. Если и головной отряд не справлялся и противник был сильно укреплен, тогда вступали в бой силы всего полка. Артиллерия, следующая за кавалеристами, разворачивалась для стрельбы прямой наводкой. Каждое полковое орудие тянуло шестерка лошадей. Полевым галопом в колонне, соблюдая дистанцию 30 метров, батарея выскакивала на огневую позицию. Ездовые по команде командира разворачивали лошадей, шестерка делала полукруг радиусом те самые 30 метров. Провильные направляли орудия на противника, заряжающий доставал требуемый снаряд. От выезда батареи на огневую позицию до открытия огня прошла одна минута. Рядом разворачиваются тачанки. Обычно они использовались как средство транспортировки. А когда завязывался бой, пулемет с тачанкой снимали, а ее самой лошадей отводили в тыл. Однако при конных атаках они действительно разворачивались и как в гражданскую войну кавалеристы прямо с них открывали огонь из пулеметов. В ходе наступления кавалеристам на привалах было запрещено разжигать костры. Дым от них домаскировал расположение полка. Движение то и дело прерывалось. Конные болоте. Тогда кавалеристы настилали гать, рубили тонкий лес и жердями укладывали настил поперек движения. В случае необходимости вдоль движения укладывались бревна потолще, скрепляемые плетями из молодых елочек. И лишь ночью останавливаясь останавливаясь на отдых кавалеристы жгли костры и отдыхали, тщательно маскируя огонь подручными материалами. С рассветом раздавалась команда строиться. Бойцы занимали свои места в строю еще голодными и движение продолжалось дальше по направлению, которое указывали проводники. Через некоторое время привал, раздача каши на ходу сваренной в походной полевой кухне. Как правило, кавалеристов во второй половине войны кормили довольно неплохо, но если во время наступления полевые кухни отставали, бойцы пополняли свои запасы за счет провианта захваченного противника. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пищевой соли практически не было и зачастую вместо нее в деревнях набирали калийную соль, которую в ту пору использовали на полях как удобрение. Иногда в отсутствие котелка для приготовления пищи использовали даже футляры от немецких противогазов. Иногда приходилось есть и конину. В питание обычно шли лишь раненые лошади, лечение которых было невозможно в боевой обстановке. При этом кавалеристы очень переживали, что не могут помочь своим коням. Вспоминает Николай Дупак. Случилось так, что наш комиссар погиб. Он выехал на обочину и подорвался на мине. А у коня была ранена нога. И он стоит и смотрит, и плачет. И мы понимаем, что и он безнадежен. Прыгает на трех ногах. Это самый страшный эпизод в моей жизни. Но если боевая обстановка позволяла, кавалеристы старались выхаживать даже тяжело раненых лошадей. Неудивительно, что о корме для лошадей кавалеристы обычно заботились едва ли не больше, чем о собственном питании. Боевой конь в день должен был съедать 4 килограмма овса, бричечная лошадь 6 килограммов, артиллеристская 8. Но задержек с поступлением овса в боевые части, как правило, не было. Вспоминает Александр Климов. Фураж регулярно доставляли. Кроме того, специально в каждом взводе бричка была с овсом. Это НЗ. У каждого кавалериста на седле две торбы с овсом. Тоже НЗ. Только по команде можно было трогать. Но бывало, в наступлении особенно, жили на подножном корму. Вспоминает Иван Якушин. В Витебской области пришли, а там ничего. Ни сена, ни соломы. Кони начинают коновизи грызть. А это может быть и колики, и что угодно. Пришлось у старых брошенных домов крыши соломенные снимать. Немецкая 4-я полевая армия начала отход на Березину, стремясь вырваться из окружения. Отступающие колонны немецких войск подвергались постоянным ударам штурмовиков Ил-2. Этот отход стал для немцев настоящей дорогой смерти. Закрепиться на Березине им не удалось. 30 июня к 8 часам утра 3-й гвардейский кавалерийский корпус под прикрытием артиллерийского огня форсировал реку и захватил плацдарм на ее западном берегу. Чуть позже в районе Лещины был построен понтонный мост, что позволило кавалерийскому корпусу, несмотря на сильный огонь противника, переправиться через Березину. Созданный советскими войсками плацдарм на реке лишил немецкие войска единственной возможности восстановить фронт. После четырех дневных боев за реку Березину конно-механизированная группа вышла на железную дорогу Минск-Вильнюс и перерезала ее, лишив немцев путей отхода на Вильнюс и Лиду. Уже 3 июля советские войска овладели Минском, окружив при этом крупную группировку немецких войск. Последовательно разгромив три немецкие армии, советские войска продолжили свое движение на запад. За считанные дни войска 1-го Белорусского фронта вышли к Висле и захватили плацдармы к северу и югу от Варшавы в районе Пулавы и Магнушево. Войска четырех фронтов за шесть дней продвинулись на 600 километров по прямой, разгромив основные силы группы армий Центр. Александр Пануев В представлении к награждению орденом Александра Невского командир стрелкового полка, который поддерживал мой дивизион огнем, отметил Капитан Пануев применил старинный русский метод перекатывания батареи, обеспечивающий непрерывную поддержку пехоты. Что я делал? Одна батарея ведет огонь, а вторая совершает марш. Как только она заняла огневую позицию, я команду отстрелявшейся батареи двигаться вперед. Залп у меня менее мощный, но готов в любое время. Орден Александра Невского учрежден летом 1942 года. Им награждались командиры Красной Армии, проявившие в боях не только мужество и отвагу, но и сумевшие умелым руководством обеспечить крупное поражение врага с минимальными потерями для своих войск. Орден Александра Невского является младшим из полководческих орденов. Этой наградой удостаивались командиры рот, эскадрильей, батальонов, полков. Поскольку прижизненных портретов Александра Невского не сохранилось, архитектор Телятников, создавший эскиз ордена, поместил в центре звезды щит с профилем артиста Николая Черкасова в образе полководца из одноименного кинофильма. Всего за годы рождено 42 165 командиров воинских частей и соединений, а также иностранных граждан. Разгром группы армий «Центр» в Беларуси позволил Первому Украинскому фронту также перейти в наступление и выйти к Висле, образовав крупный Сандомирский плацдарм. Именно вислинские плацдармы несколько месяцев спустя станут стартовыми позициями для прыжка в сердце Германии на Одер. Кавалерия в очередной раз доказала свою незаменимость в боевых действиях. Если танковые войска были мечом Красной Армии, то кавалерия острый и длинный шпагой, тонким инструментом для решения особо важных задач в наступательных операциях Великой Отечественной войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин